Сегодня на арене цирка вместо клеток с тиграми огромный экран. Кинотеатр в цирке появился благодаря совместному проекту Росгосцирка и Министерства культуры страны. Приурочено такое начинание к году кино. Именно таким образом россиянам решили вернуть доступные отечественные художественные и мультипликационные фильмы. Не секрет коммерческим генодеатрам выгоднее крутить пленку с зарубежными блокбастерами, а в цирках 100% сеансов будет отдано российскому кино. К слову, на 24 аренах, задействованных в проекте, планируется проводить не только ретроспективы, но и устраивать премьерные показы отечественных картин. Новая мера, тем более для цирков это необычно несколько, но тем не менее у нас есть возможность теперь в те дни, когда в цирке не проводятся представления, приобщить нашу молодежь, старшее поколение. Кто-то вспомнит российское кино, отечественное, качественное, классическое кино. Это не коммерческий проект и задача заработать здесь не ставится. Проект этот просветительский, поэтому цены на киносеанс в цирке будут предельно демократичными. В кинозал зрительный зал цирка переоборудовали с помощью экрана размером 9х15 и кинопроекционного оборудования самого последнего уровня, плюс звуковое оборудование, которое и делает звук объемным, как в самом кинотеатре. Сегодня на первый киносеанс в цирк пригласили воспитанников школы-интерната номер 2. Ребята посмотрели необыкновенное приключение Серафимы – семейный мультфильм о девочке, которая во время Великой Отечественной войны попала в детский дом и, вопреки всему, стойко перенесла жизненные испытания и проявила любовь и милосердие к людям. Мы часто ходим в цирк. Дирекция цирка – наши большие друзья. И на каждое представление мы приходим с удовольствием. Но вот такое посещение цирка, как кинотеатра, впервые. В общем-то, нравится. Сидеть удобно, все видно. Детям нравится. Вот вижу просто по реакции наших детишек, что всем все понравилось. Объединение кино и цирка в один проект не случайно. Они всегда считались важнейшими из искусств. А еще, отмечают инициаторы, кинопроект в цирке будет реализовываться не только в год кино. Проект долгосрочный, рассчитан на несколько лет. Задача Министерства культуры – привести в цирковые кинозалы тех, кто в принципе лишен возможности ходить на дорогие кинопоказы. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.